Всем привет, с вами Knopf Tech, это рубрика Создать свой шумовой синт. В прошлый раз мы с вами рассматривали схему шумового генератора, который выдал белый шум, его различные вариации частотные, также он мог трансформироваться в генератор частоты. Собственно, он у нас также остался на платке собранный. Сегодня же мы поговорим о новых вещах, первое, о чем мы поговорим, это стабилизация напряжения. Поговорим мы о ней по причине того, что задавались вопросы насчет стабильности работы данной схемы. Я перепроверил в различных условиях ее, и оказалось, что она работает до 9 вольт, но при падении даже до 8 вольт уже стабильность работы не гарантируется. Поэтому сейчас у меня вся схема запитана ровно 9 вольт, как раз потому что она стабилизирована. Стабилизатор собирается на маленькой микросхемке с тремя вовидами L7809, она выдает, то есть на входе у нее идет от 12 до 14 вольт, она питается. На выходе она выдает стабилизированные 9 вольт напряжения. Сама схемка выглядит очень просто, это сам стабилизатор и два конденсатора. Дотащите указанное, что первый конденсатор должен быть 0,3 микрофарад, второй 0,1 микрофарад. По факту эти значения приведены как минимальные, и будет даже лучше, если вы установите их на порядок больше. На данный момент у меня вот стоят два конденсатора, каждый из них по 10 микрофарад. Это сглаживает удовлетворительную пульсацию и снижает уровень шумов. Это первое. Второе. Сегодня мы будем с вами собирать LFO. LFO это low frequency oscillator, то есть низкочастотный генератор. В данном случае у нас собран близкий к квадратной волне выходной. Он очень похож на предыдущую нашу схему. Помним, да, то, что у нас схема предыдущая, это была генератор шума, построенный на одном транзисторе, и два усилительных каскада. Здесь же у нас просто используются два усилительных каскада с обратной связью. Что изменилось? Изменились резисторы по питанию. Это не 10 кОм, стало 100 кОм. И обратная связь у нас дополнилась емкостью в 10 микрофарад. Потенциометр, управляющий скоростью частоты работы генератора, 1 мегаом. Собственно, вот в верхней части у меня собрана данная схема. Видим, мигает лампочка. Итак, поговорим, для чего же нам нужен низкочастотный генератор. Он нам понадобится для модуляции, прежде всего. Что такое модуляция? Вот, допустим, у нас есть какой-то параметр частоты, с которым работает генератор. Допустим, 100 Гц. Сейчас, продемонстрирую даже лучше. Вот у нас есть генератор частоты. И у него какая-то определенная частота выстрелена. Если мы будем крутить рукой... ...происходит изменение частоты. Но поскольку рук у нас мало, а зачастую подобных вещей становится много, и было бы интересно всеми ими управлять, нам нужно какое-то управление. Как раз изменение какого-либо параметра во времени, это и есть модуляция. В данном случае, который я сейчас показал, это частотная модуляция. Но мы ее делали рукой, а сейчас мы ее сделаем за счет как раз низкочастотного генератора. То есть, каждый импульс, подаваемый низкочастотным генератором, будет в определенном порядке увеличивать частоту работы первой нашей схемы. Как же этого добиться? Через что мы будем управлять? Данная схема у нас не является вольтаж-контроль, то бишь управляемым напряжением, поэтому нам придется применить некоторую хитрость. И для этого нам нужно с вами обязательно поговорить о транзисторах, которые нам сейчас понадобятся. В транзисторах также используются все те же 2N3904. Хотелось бы рассмотреть. Вот, нарисованное здесь. То есть, транзистор имеет три вывода. Коллектор, базу, эметр. По сути, какая основная функция транзистора? Это устройство, которое может с помощью слабого тока по базе управлять сильным током с коллектора на эметр. Что это значит? Когда у нас нет напряжения тока на базе, соответственно, с коллектора на эметр не проходят заряды. Это называется закрытый транзистор. Как только у нас появляется ток, транзистор начинает открываться. Различные транзисторы будут это делать несколько по-разному, но суть принципа остается для всех одна. Мы можем использовать этот эффект открытия и закрытия транзистора как управляемые сопротивления. Когда транзистор закрыт, то есть на базе, вот у нас 0, его сопротивление будет отремиться к бесконечности. Есть определенное напряжение, при котором транзистор уже максимально откроется. Допустим, 1 вольт, и он уже будет 0. Соответственно, между 0 и 1 у нас будет управляющее напряжение. А напряжение, соответственно, равно току, повышаясь соразмерным. Далее у нас схема. То есть у нас был и есть потенциометр, которым мы управляем частотой. К его выводам, например, 1 и 2, мы от них отводим отдельную линию. Одна будет контакт к электру транзистора, другая к эмитру. А сигнал, который выдает наш низкочастотный генератор, мы через определенное сопротивление подадим на базу. И посмотрим, что получится. Я здесь уже собрал в данном случае. Подается ток с низкочастотного генератора через потенциометр. То есть мы можем произвольно выбирать, включать и выключать, регулировать, соответственно, глубину эффекта. Итак, попробую сейчас включить звук опять. И прибавляем. Как мы слышим, происходит частотная модуляция. Но какой еще может быть тип модуляции? Так называемое тремоло. То бишь включение или выключение сигнала вообще. Его также очень легко осуществить. Также используя транзистор, его основное назначение, как открытого или закрытого действия. Здесь у меня уже нарисована схема. Это вот два транзистора. Раз и два. Оплатим. Первый транзистор, сигнал с частотного генератора, который мы собрали в прошлом уроке, входит на коллектор, идет на имидер. Если на базе не будет ничего, сигнал не будет проходить. Но мы от питания, плюс 9 вольт, через 100 кг резистор подаем ток. Соответственно, у нас стандартно открытый этот транзистор, через него течет. Текут электроны, есть звук. Но к базе этого транзистора также идет коллектор еще одного транзистора, имидер которого заземлен просто на землю. А вот как раз подавая сигнал с ФО на его базу, через то же определенное сопротивление, что будет происходить? Будет открываться этот транзистор, электроны, которые идут отсюда у нас, да? Поскольку они через сопротивление, их будет не так много, они будут полностью уходить сразу на землю, не доходя до второго транзистора. Соответственно, когда есть сигнал, этот транзистор закрывается. Нет сигнала, он опять открывается. Итак, послушаем, как это будет звучать. Сейчас я уберу модуляцию для наглядности. Итак, слышим, происходит прямой эффект. Так, мы слышим, происходит, собственно, включение звука. Но как оно происходит? У нас может быть использован тремовый эффект, как в такой волновой форме, так и вот такой. Первое, это когда сигнал у нас есть, есть звук. Второе, когда сигнал у нас нет звука, то есть инвертирование. Если мы отключим второй транзистор, уберем и уберем этот резистор питающий, будем просто подавать выходящий ток составлятор низкой частоты, то, соответственно, будет вторая волновая функция. Итак, дорогие друзья, а теперь поговорим, ради чего все это делалось и что из этого можно собрать. Ну, во-первых, мы с вами собрали уже в первом уроке генератор звука сам. Сегодня же мы собрали низкочастотный генератор, который можно управлять модуляциями теми или иными. Собственно, тремума, например, либо частотной модуляцией. Также этим не ограничивается, надо сказать. Можно за счет низкочастотного сигнала управлять любым другим параметром. Также подключаю, например, через транзистор, отстраиваю его режим работы. Например, включать или выключать какую-то функцию, добавлять какую-то емкость, либо сопротивление. Уменьшать их, контролировать. Соответственно, он функционально. Нужно об этом не забывать. Многие часто делают ошибку, начинают сразу собирать свое устройство, используя различные схемы с микросхемой, но при этом они не понимают саму суть транзисторной логики и того, что на ней можно собрать все, что угодно. В частности, можно сделать очень много трюков и очень интересных вещей. Теперь, что из этого можно сделать? Из этого можно уже сделать вполне адекватный, интересный и рабочий музыкальный инструмент шумового звука на выходе. Допустим, можно сделать несколько генераторов. Допустим, один работает, шум дает, три дают частоту. Разную частоту устраиваем. Можем модулировать, подключать. Можем какие-то дополнительные эффекты. Я не буду расписывать само устройство. Целью этих видео не является в данный момент. Цель этих видео лишь показать то, что можно из доступных вещей, имея минимум знаний, в принципе, создавать интересные звуковые штуки. Схема будет снизу прикреплена. Ссылочка на картинку с теми схемами, которые мы сегодня с вами собрали. Желаю вам удачи в сборке ваших устройств. И до новых встреч. С вами были КНАП 5. Субтитры создавал DimaTorzok